В этом видео вы узнаете, как продавать маркированные товары на маркетплейсах по модели ФБС. Я подробно разберу весь процесс на примере Озон и Валберис, а также расскажу, как сделать его проще, используя сервис Мой Склад. Если вы работаете по модели ФБО, смотрите наше следующее видео. Коротко напомню, что такое модель ФБС. Продавец хранит товар на своем складе, как только поступает заказ, он его собирает и везет в пункт приема маркетплейса. Если покупатель возвращает товар, продавец забирает его на свой склад или, в случае с Валберис, возвраты попадают на склад маркетплейса и продолжают продаваться, но уже по модели ФБО. Маркетплейс выставляет товары на своей площадке, доставляет товар покупателю, отчитывается о продажах, переводит продавцу деньги за проданный товар. Для удобной работы по модели ФБС, селеру нужна система учета, интегрированная с маркетплейсом, например, Мой Склад. А что с маркировкой при торговле по этой модели? За вывод из оборота кодов маркировки проданных товаров отвечает продавец. В момент отгрузки продавец сканирует код маркировки товара через личный кабинет маркетплейса. После доставки товара покупателю его необходимо вывести из оборота. При этом указывается способ вывода из оборота – дистанционная продажа. Вывести коды маркировки из оборота можно в личном кабинете честного знака или в учетной системе, которая интегрирована с честным знаком. Последнее удобнее. В моем складе создать документ вывод из оборота можно автоматически, на основе документа отгрузка, в котором указаны коды маркировки. Вообще, вывод кода маркировки из оборота означает, что товар передан конечному покупателю для использования по назначению. Такой товар больше нельзя продать или использовать в производстве. А что с возвратами маркированных товаров, проданных по модели ФБС? Если покупатель успел забрать товар из пункта выдачи, и код маркировки выведен из оборота, то селлер должен вернуть в оборот код маркировки возвращенного товара, иначе он не сможет продавать товар снова. Вернуть коды в оборот можно также в личном кабинете честного знака или через мой склад. Маркетплейсы сейчас активно корректируют схемы работы с маркированными товарами, поэтому важно периодически проверять актуальные условия работы. В этом видео я исхожу из того, что вы уже полностью готовы к работе с маркировкой. Получили усиленную квалифицированную электронную подпись для каждого из сотрудников, кто будет работать с честным знаком. Установили на компьютер, который будет подключен к честному знаку программу CryptoPro CSP. Зарегистрировались в честном знаке. Выбрали и подключили систему электронного документа оборота. Рекомендуем выбрать того оператора, который советует маркетплейс. Товары, которые вы собираетесь продавать, промаркированы, на них нанесены коды маркировки. Если чего-то из перечисленного у вас нет, то в описании к видео найдете ссылки на соответствующие инструкции. Дальше я покажу, как продавать маркированные товары. Сначала на Валберис, потом на Озон. Пройду по шагам все действия в личном кабинете каждого маркетплейса, а также продемонстрирую, чем полезно использование моего склада. Но сначала немного о тех товарах, которые я продаю. Это рубашки для подростков разных размеров и цветов. Они уже промаркированы, на каждую нанесен уникальный код, полученный из честного знака. Если вы еще не успели промаркировать свои остатки, то в описании есть ссылка на подробную видео инструкцию, как это сделать. Вывод из оборота и другие операции с кодами маркировки можно выполнять непосредственно в личном кабинете честного знака, но удобнее для этого использовать мой склад. Это облачная учетная система, у которой есть готовые интеграции с Валберис, Озон и честным знаком. Коротко расскажу, как настроить мой склад для работы с маркировкой, потом перейду к операциям в личном кабинете маркетплейса. Ваши товары в мой склад можно внести как вручную, так и с помощью импорта из Excel. Еще проще это сделать при подключенной интеграции с маркетплейсом. При настройке синхронизации товары импортируются из вашего личного кабинета маркетплейса в мой склад автоматически. Если вы никогда не пользовались моим складом, то можете зарегистрироваться, подключить интеграцию и пользоваться бесплатно в течении 30 дней. Ссылка с бонусом в описании видео. Покажу как это сделать. Чтобы зарегистрироваться в сервисе мой склад, зайду на его сайт и нажму регистрация. Здесь укажу адрес своей электронной почты, свое имя и номер телефона и нажму зарегистрироваться. Все, вы уже в сервисе мой склад. Учетные данные для входа уже отправлены на вашу почту. Вас встретит простой мастер настройки. Укажите направление вашего бизнеса, например, розничный магазин, маркетплейсы. Нажму дальше. Здесь отвечу в другой программе, нажму дальше. Сотрудников у меня 13 человек, нажму дальше. Отвечу на последний вопрос и нажму начать работать. Теперь я укажу название своей компании. Я могу добавить товары как вручную, так и с помощью импорта из Excel. Чтобы подключить честный знак, мне достаточно зайти в приложение и найти честный знак. Здесь достаточно щелкнуть по нему и указать галочку «Установлено» и «Сохранить». Произойдет обновление. Приложение установлено. Теперь зайду в «Администратор», «Настройки», «Справочники», «Юрлица». Найду свое юрлицо. Здесь мне надо заполнить свои юридические реквизиты. Я могу это сделать по ИНН. Просто укажу ИНН и нажму «Заполнить реквизиты по ИНН». Все реквизиты заполнились. Мне остается только заполнить блок «Маркировка». Здесь нужно указать ОМС-АйДи и тип маркированной продукции. Сразу выберу «У меня это одежда». ОМС-АйДи можно взять на стороне честного знака. Перейду в честный знак, выберу «Управление заказами». Здесь устройство. Скопирую свой ОМС-АйДи и заполню в блоке «Маркировка». Теперь мне осталось проверить соединение. Соединение прошло успешно. Теперь я подключен к честному знаку и могу работать дальше. Осталось подключить интеграцию с маркетплейсом. Зайду в онлайн-торговлю. Выберу тот маркетплейс, который я хочу подключить. Допустим, плюс Озон. Здесь сразу есть ссылка, куда перейти в личном кабинете Озон. Нажму на нее. Здесь возьму учетные данные «Клиент-АйДи» и «Апи-Кей». Перенесу их в соответствующие поля. Нажму «Подключиться». Для демонстрации я уже подключил и настроил синхронизацию с Валберис и Озон. Подробно о настройке и возможностях этих интеграций смотрите в отдельном видео. Ссылки найдете в описании. Если появятся вопросы, то обращайтесь в нашу круглосуточную службу поддержки. Вернусь к своим товарам. В моем складе также нужно проделать ряд операций и настроек с товарами. В частности, важно указать код TNVET и тип продукции для всех маркированных товаров. У меня уже созданы карточки товаров. Если вы используете интеграцию моего склада с маркетплейсом, то карточки товаров будут созданы автоматически при первой синхронизации. Открою любую карточку. Карточки созданы с модификациями по размеру и цвету. Обращу ваше внимание, что в разделе «Маркировка» мне нужно указать тип продукции «Одежда» и TNVET для нее. У меня это 62, 05, 2 и 5 нулей. В разделе «Штрих-коды товара» нужно указать соответствующий GTIN. Для удобства я буду использовать в моем складе такие же номера заказов, которые используются на маркетплейсе. Давайте рассмотрим основные сценарии продажи и возврата маркированных товаров на Walburys по модели FBS. Основные шаги такой продажи это сборка поставки, отгрузка поставки и вывод из оборота. Но для начала зайду в личный кабинет Walburys, в меню «Товары» собраны все мои товары. Для каждой карточки товара, подлежащего маркировке, нужно указать TNVET. Карточки у меня уже созданы и TNVET внесены. Если вы этого еще не проделали, то выберите товар, кликните по строке, откроется карточка товара. Вверху нажмите «Редактировать карточку», в поле «ТNVET» укажите «Ваш». Нажмите «Отредактировать». Шаг 1. Сборка поставки. Когда мне поступит заказ от покупателя в личном кабинете Walburys, в разделе «Маркетплейс» сборочные задания, во вкладке «Новые» отобразятся все заказы, они называются сборочные задания. У меня оно одно. Если я готов взять заказ в работу, то мне нужно будет собрать поставку. Справа от сборочного задания нажму три точки и выберу «Собрать в поставку». Далее я выбираю либо готовую поставку, либо создаю новую. Я создам новую, нажму плюс «Создать новую поставку». Назову ее «Поставка одежда» и нажму «Создать». В списке появилась новая поставка с названием «Поставка одежда» и нажму «Добавить задание к поставке». И снова выберу «Поставка одежда». Сборочное задание попало в поставку. Нажму «Плюс» «Добавить киз», а в открывшемся окне нажму «Плюсик» и отсканирую код маркировки на товаре. Нажму галочку и «Сохраню». Все произошло удачно, для себя скопирую номер сборочного задания, он мне пригодится. Вернусь в мой склад. Вручную создам аналогичный заказ покупателя. Внимание, при подключенной интеграции моего склада с «Валберис» этого делать не нужно, заказы покупателя автоматически появляются в моем складе. Ну а я сейчас перейду в «Продажи» «Заказы покупателей плюс заказ». Номер укажу тот, что скопировал. Выберу контрагента «Валберис» и номер договора. Подготовлю товар к сканированию. Укажу нужный товар, я это могу сделать просто отсканировав штрих-код на товаре. Замечу, что в «Валберис» один товар равен одному заказу. То есть, сколько штук одного товара заказали, столько одинаковых заказов я получу. На основе заказа покупателя создам документ «Отгрузка». В «Отгрузке» напротив товара нажму букву «М» и считаю сканером код маркировки с товара. Код маркировки добавился в документ. Нажму «Сохранить» и сохраню сам документ «Отгрузка». Вернусь в личный кабинет «Валберис», выберу «Маркетплейс», сборочные задания на сборке, «Поставка одежды». Теперь я могу для своей поставки распечатать стикеры. Нажму троеточие справа, выберу «Печать всех стикеров». Внимание, при подключенной интеграции я могу сделать это прямо из заказа покупателя в моем складе, а если заказов поступило несколько, то из реестра заказов массово распечатать в один клик стикеры для всех заказов. Как это делается? Перейду в мой склад, войду в последний заказ, нажму «Печать», этикетка «Валберис» и распечатаю прямо из моего склада. Если заказов у меня несколько, то в реестре выберу «Нужное», нажму также «Печать», выберу этикетку «Валберис» и распечатаю эти этикетки. Теперь могу наклеить этикетки на товар. Перейду в личный кабинет «Валберис». Нажму на кнопку «Передать в доставку», при этом заказ перейдет во вкладку «В доставке». Теперь можно все товары собрать и упаковать в коробку. Распечатаю QR-код поставки и наклею его на коробку. Шаг 2 – отгрузка поставки. Отправлю товары на пункт приема маркетплейса. После того, как заказ будет принят в маркетплейсе, он появится в личном кабинете «Валберис» в разделе «Сборочные задания» «Архив». Когда заказ будет доставлен покупателю, у заказа появится статус «Продано». При подключенной интеграции мы сразу в заказе покупателя в моем складе увидим, что статус документа изменился на «Продано». Шаг 3 – вывод из оборота. Теперь нужно вывести коды маркировки из оборота. Зайду в мой склад. Найду нужный заказ покупателя. Это можно сделать поиском по номеру. Зайду в «Связанные документы». Перейду в «Отгрузку». Создам вывод из оборота. Как видите, в этом документе нужно заполнить поля, в которых значится документ «Основание». В данном случае это тот заказ покупателя, на основании которого мы и работаем. Способ вывода из оборота выберу «Дистанционная продажа». Документ «Основание» выберу «Прочие». Номер документа «Основание» возьму из «Заказа покупателя». Для этого открою в браузере новую вкладку, там найду опять «Заказ покупателя», скопирую и перенесу номер в документ «Вывод из оборота». С датой поступлю также. Категория маркированной продукции, из списка выберу нужную мне, у меня это «Одежда». На именование первичного документа укажу «Заказ отправления». Подпишу документ с помощью усиленной квалифицированной электронной подписи УКЭП. Сначала нажму внизу документы «Вывести товары из оборота», выберу свой сертификат. Документ перейдет в статус «В обработке». Через некоторое время нажму «Проверить статус» и, если все правильно, то статус изменится на «Принят». Документ подписан. Все. Мы вывели товар из оборота. Система «Честный знак» теперь знает, что товар продан физическому лицу. Сейчас «Валберис» позволяет выводить коды из оборота только после передачи товара покупателю, но последнее постановление правительства предписывает выводить коды до момента передачи товара покупателю. Вероятно, «Валберис» рано или поздно внесет изменения в данную процедуру. Напомню, что особенность возвратов у «Валберис» в том, что товар, от которого отказался покупатель, возвращается на склад маркерплейса и далее продается по модели ФБО. При возврате маркированного товара возможны два варианта. Первый. Покупатель забрал заказ из пункта выдачи заказов и код маркировки был выведен из оборота. И второй вариант. Покупатель не забрал заказ из пункта выдачи заказов и код маркировки не выведен из оборота. Рассмотрим подробно первый вариант. Зайду в личный кабинет «Валберис». В разделе сборочные задания, архив, выберу заказ со статусом покупатель отменил заказ. Для дальнейшей работы мне понадобится его номер. Скопирую его. Зайду в мой склад. В поле поиска укажу номер заказа. Открою найденный заказ. Зайду в связанные документы. Найду отгрузку. Создам возврат покупателя. Здесь ничего лишнего проделывать не нужно, просто его сохраню. Во вкладке связанные документы выберу заказ покупателя. Открою мой склад в новые вкладки. Перейду в раздел товары, маркировка, выберу плюс создать. Здесь укажу возврат в оборот. Заполню основную информацию. Вид возврата. Выберу возврат при дистанционном способе продажи. Товар был оплачен покупателем. Поставлю галочку. Вид первичного документа. Прочее. Наименование первичного документа. Заказ отправления. Номер первичного документа и дата первичного документа. Возьму из заказа покупателя в соседней вкладке. Скопирую номер. Перенесу. Категорию маркированной продукции выберу из списка. У меня это одежда. По артикулу товара добавлю нужный. Также возьму его в заказе покупателя. У меня это 3029. Вот мой товар. Теперь нужно указать количество. Нажму на пустое поле с количеством. Откроется форма заполнения кода маркировки. Взять его могу в документе отгрузка. Перейду во вкладку с заказом покупателя. Войду в связанные документы. Найду отгрузка. Рядом с товаром нажму букву М. В открывшемся окне скопирую код маркировки. Перейду во вкладку с документом. Возврат в оборот. Ставлю код маркировки. Нажму добавить. И сохранить. Теперь мне нужно подписать документ с помощью усиленной квалифицированной электронной подписи. Сначала нажму внизу документа вернуть в оборот. Выберу свой сертификат. Документ перейдет в статус в обработке. Через некоторое время нажму проверить статус. И если все правильно, то статус изменится на принят. Документ подписан. Товар возвращен в оборот. Я снова могу его продавать. При втором варианте, когда покупатель не забрал товар из пункта выдачи заказов и код не выведен из оборота, свяжусь с техподдержкой маркетплейса и уточню подробности. Дело в том, что на момент создания этого видео у Валберес нет стандартного описания этого процесса. Как связаться с поддержкой Валберес? Зайду в личный кабинет Валберес. Для начала пойду во вкладку «Отмененные» и скопирую номер заказа. В правом верхнем углу нажму знак вопроса, раздел «Информация». Далее перейду в раздел «Поддержка». Нажму «Новый диалог». Категорию выберу «Маркировка товара». Тему укажу «Маркировка товаров кизами». И напишу комментарий. Допустим, такой «Какие правильные действия по моему возвращенному отправлению?». Номер отправления и дата. Если нужно, могу прикрепить файл. Нажму «Создать диалог». Вопрос уйдет в техподдержку. Как вы помните, Валберес не передает возвратные заказы обратно на мой склад. Но может случиться, что товар был поврежден или утерян. Тогда мне нужно будет его списать и оповестить об этом честный знак. Расскажу, как это сделать. Зайду в мой склад. Перейду «Товары». «Списание». «Плюс списание». Добавлю нужный товар, пришедший в негодность. Сохраню документ. Из документа «Списание» создам вывод из оборота. В документе «Вывод из оборота» мне нужно указать. Способ вывода из оборота «Утрата». Документ основания я выберу «Прочие». Номер документа основания и дата у меня подтянулись из документа «Списание». Категория маркированной продукции, выберу нужное, у меня это одежда. Наименование первичного документа «Списание». Нажму на «Количество» и отсканирую код маркировки списываемого товара. Теперь мне осталось подписать документ у КЭП. Сначала нажму внизу документы «Вывести товары из оборота». Выберу свой сертификат. Документ перейдет в статус «В обработке». Через некоторое время нажму «Проверить статус» и если все правильно, то статус изменится на «Принят». Документ подписан. Основное преимущество при работе с маркировкой в моем складе – то, что не надо постоянно прыгать между личными кабинетами маркетплейса, честного знака и учетной системы. Плюс вы получите учет и будете видеть реальную прибыль с учетом комиссии и дополнительных расходов. Если подключить интеграцию с маркетплейсами, то можно управлять товарами, ценами и заказами сразу на всех площадках из одного окна. Если вы никогда не пользовались моим складом, то можете зарегистрироваться, подключить интеграции и пользоваться бесплатно в течение 30 дней. Ссылка с бонусом в описании видео. Теперь рассмотрим основные сценарии продажи и возврата маркированных товаров на Озон по модели ФБС. Основные шаги такой продажи – это сборка заказа, вывод из оборота, подготовка отгрузки и отгрузка. Давайте посмотрим. Но для начала зайду в личный кабинет Озон, в меню «Товары», «Список товаров», «Собраны все мои товары». Для каждой карточки товара, подлежащего маркировке, нужно указать ТНВЭТ. Карточки у меня уже созданы и ТНВЭТ внесены. Если вы этого еще не проделали, выберите товар, нажмите троеточие справа от него, нажмите «Редактировать товар». Во вкладке «Характеристики», поле «ТНВЭТ коды ЕАЭС» нужно ввести ТНВЭТ товара. После этого нужно отправить карточку на модерацию. Шаг первый. Сборка заказа. В личном кабинете Озон все новые заказы отображаются во вкладке «ФБС». Заказы с моих складов ожидают сборки. Выберу заказ, с которым буду работать. Скопирую его номер. Он мне пригодится. Вернусь в мой склад. Подготовлю товар к сканированию. Вручную создам аналогичный заказ покупателя. Внимание, при подключенной интеграции моего склада с Озон этого делать не нужно. Заказы покупателя автоматически появляются в моем складе. Номер документа укажу тот, что скопировал. Контрагент укажу Озон. Выберу номер договора. Теперь мне нужно указать товар, который я буду продавать. Я могу это сделать просто, отсканировав штрих-код на товаре. Сохраню этот документ и перейду в личный кабинет Озон. Перейду «ФБС». Заказы с моих складов ожидают сборки. Нажму на кнопку «Ввести доп.инфо». Откроется карточка заказа. Нажму «Далее». Там считаю сканером код маркировки с товара. И нажму «Подтвердить». Озон проверит информацию и коды маркировки. Если выявлены ошибки, нужно их исправить в соответствии с рекомендациями маркетплейса. Если код маркировки принят, нажму на кнопку «Собрать». Заказ перейдет в статус «Готов к отгрузке». Вернусь в мой склад. Заказ покупателя у меня уже открыт. На основе этого заказа покупателя создам отгрузку. В документе «Отгрузка» напротив «Товара» нажму букву «М» и считаю сканером код маркировки с товара. Код маркировки добавлен в документ. Нажму «Сохранить» и сохраню документ «Отгрузка». Обращаю ваше внимание, что Озон требует сразу выводить код маркировки, а не ждать продажи. Поэтому следующий шаг у нас – шаг второй. Вывод из оборота. Прямо из документа «Отгрузка» создам вывод из оборота. Как видите, в этом документе нужно заполнить поля, в которых значится документ «Основание». В данном случае это тот заказ покупателя, на основании которого мы работаем. Его номер и дату можно посмотреть в заказе покупателя. Способ вывода из оборота. Укажу «Дистанционная продажа». Документ «Основание» – прочее. Открою новую вкладку с моим складом. В ней найду нужный мне заказ покупателя. Скопирую его номер, перенесу в документ «Вывод из оборота». То же самое проделаю с датой. Далее. Категория маркированной продукции. Выберу нужное мне. У меня это одежда. Наименование первичного документа – заказ отправления. Наименование товара найду по артикулу. Его номер посмотрю в заказе покупателя. У меня это 3029. Нажму на поле «Количество». В открывшемся окне отсканирую код маркировки и сохраню. Сохраню и сам документ «Вывод из оборота». Теперь мне осталось подписать документ с помощью УКЭП. Сначала нажму внизу документа «Вывести товары из оборота». Выберу свой сертификат. Документ перейдет в статус «В обработке». Через некоторое время нажму «Проверить статус». И если все правильно, то статус изменится на «Принят». Документ подписан. Код маркировки выведен из оборота. Система «Честный знак» теперь знает, что товар продан физическому лицу. Мне осталось собрать отправление и доставить покупателю. Шаг третий. Подготовка отгрузки. Перейду в личный кабинет «Озон». Зайду «ФБС». Заказы с моих складов ожидают отгрузки. Здесь могу напечатать этикетку как для одного заказа, так и для нескольких сразу. Внимание! При подключенной интеграции я могу сделать это прямо из заказа покупателя в моем складе. А если заказов поступило несколько, то из реестра заказов массово распечатать в один клик стикеры для всех заказов. Как это делать? Продажи, заказы покупателей. Выберу несколько заказов, нажму «Печать», выберу этикетка «Озон». Соберу и упакую товары. Распечатанные этикетки наклею на товары. Шаг четвертый. Отгрузка. Отправлю товары на пункт приема маркетплейса. Когда маркетплейс примет товар, в личном кабинете «Озон» в разделе «ФБС» «Заказы с моих складов» статус изменится на «Доставляется». Когда заказ будет доставлен, статус изменится на «Доставлен». При подключенной синхронизации мы сразу в заказе покупателя в моем складе увидим, что статус документа изменился на «Доставлен». Рассмотрим ситуацию, когда товар был возвращен покупателям. Товар приехал из «Озона» ко мне на склад. Теперь мне нужно отразить возврат в учете и вернуть код маркировки в оборот. Зайду в личный кабинет «Озон». Заявки на возврат товара отображаются в личном кабинете «Озон» в разделе «ФБС» «Возвраты ФБС». Скопирую номер заказа. Зайду в «Мой склад», перейду в «Продажи», «Заказы покупателей». В поле поиска укажу номер заказа. Открою «Найденный заказ». Зайду в «Связанные документы», перейду в «Документ отгрузка». Создам «Возврат покупателя». Здесь ничего менять не нужно, просто его сохраню. Во вкладке «Связанные документы» выберу «Заказ покупателя». Открою «Мой склад» в «Новой вкладке», перейду в раздел «Товары», «Маркировка», выберу «Плюс создать». «Возврат» в «Оборот». Заполню основную информацию. Вид возврата укажу «Возврат при дистанционном способе продажи». «Товар был оплачен покупателем», «Да», галочка. Вид первичного документа укажу «Прочее». Наименование первичного документа – это заказ отправления. Номер первичного документа и дата первичного документа возьму из заказа покупателя в соседней вкладке. Вот номер. И вот дата. Категория маркированной продукции выберу из списка, у меня это одежда. Добавлю нужный товар, по его артикулу из заказа покупателя. У меня это товар 3029. Теперь нажму на поле «Количество», откроется окно добавления кода маркировки. Перейду во вкладку с заказом покупателя и в связанных документах найду «Отгрузка». Рядом с товаром нажму букву «М», в открывшемся окне скопирую код маркировки. Перейду во вкладку с документом «Возврат в оборот». Добавлю код маркировки. Нажму на кнопку «Сохранить». Мне осталось подписать документ с помощью УКЭП. Сначала нажму внизу документа «Вернуть в оборот». Выберу свой сертификат. Документ перейдет в статус «В обработке». Через некоторое время нажму «Проверить статус». Если все правильно, статус изменится на «Принят». Документ подписан. Теперь я снова могу продавать товар как новый, так как код маркировки был возвращен в оборот. Если товар пришел в негодность, то его можно списать. Процесс списания аналогичен тому, что я показывал ранее в части про Валберрис. В этом видео вы узнали, как торговать маркированным товаром на популярных маркетплейсах, а также как упростить эту работу, используя мой склад. Мой склад – это облачно-учетная система, у которой есть готовые интеграции с Валберрис, Озон и Честным Знаком. Основное преимущество при работе с маркировкой в моем складе – то, что не надо постоянно прыгать между личными кабинетами маркетплейса, честного знака и учетной системы. Плюс вы получите учет и будете видеть реальную прибыль с учетом комиссии и дополнительных расходов. Если подключить интеграции с маркетплейсами, то можно управлять товарами, ценами и заказами сразу на всех площадках из одного окна. Если вы никогда не пользовались моим складом, то можете зарегистрироваться, подключить интеграции и пользоваться бесплатно в течение 30 дней. Ссылка с бонусом в описании к видео.